В Муравленко провели диктант на языках коренных народов Севера. Акцию приурочили к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. В этот раз в акции приняли участие 10 старшеклассников и студентов. На Ямале представителями коренных малочисленных народов Севера являются ханты, ненцы и селькупы. Хантыйский язык является наиболее распространенным в нашем округе и включает в себя более 70 диалектов, каждый из которых по-своему уникален и отличен настолько, что представители других групп не понимают друг друга. Этнографический диктант участники писали на сургутском диалекте. По мнению участников, подобные мероприятия помогают возродить интерес к родному языку. Очень важно сохранять традиции и культуру коренных северян. В этот раз текст диктанта был посвящен традиционному хантыйскому празднику – Вороний день. Работы будут оценивать по нескольким параметрам. Язык – это душа народа, язык – это богатство, язык – это сила. Которое побуждает к великим делам. Такой диктант муравленковцы писали во второй раз. В прошлом году за парты сели семь муравленковцев. Сегодня в нем приняли участие 10 человек. Также работу можно было написать дистанционно на сайте трансляции. Для человека родной язык – это же не только те слова, которые он произносит. Это, прежде всего, его история, культура народа. Поэтому, конечно, каждый человек должен быть хранителем, беречь, передавать, в общем-то, эти все знания. Потому что это богатство. Какой бы ты язык не знал, на каком бы ты колыбельную не слушал – это твой родной язык. Результаты диктанта опубликуют 25 марта на сайтах организаторов – Департамента по делам КМНС Ямала и Национальной библиотеки. Всем участникам будут высланы сертификаты. Родной язык. Важно не забывать, что передавать его. Потому что это получается на будущее. Чтобы наша культура сохранилась. Татьяна Максимова, Пётр Князев, Новости Муравленко.